Профессор Римского университета Лори Ден Санте приехала в Самару на международный симпозиум по наноспутникам, чтобы изучить колоссальный опыт российских коллег в этом направлении. Ученые занимаются созданием материалов для космических аппаратов. Их качество должно быть на высоком уровне, так как они используются в исследовании Земли и телекоммуникациях. Италия заинтересована в наноспутниках. Есть несколько научных групп, которые занимаются разработкой и внедрением этих аппаратов, в том числе и мой университет. Здесь совершенно незаменимое место малоразмерных аппаратов. Они могут обеспечить локально и предоставление услуг связи, и предоставление решения задач дистанционного зондирования, и даже в некоторых случаях выявление предвестников опасных ситуаций. Самарский национально-исследовательский университет, один из первых в России, занялся разработкой с запуском в космос мини-спутников. Поэтому симпозиум в этом году и проходит на базе этого вуза. Ученые обсуждают целый комплекс тем проектирования, навигации, создания бортовых систем и наземной инфраструктуры, управления спутниками. В Самаре основную работу по этим направлениям ведут студенты и аспиранты под руководством профессуры. А когда молодой человек знает, что вот он пришел в это дело, и он увидит результаты своего труда через два года, у него совсем другая мотивация. Наноспутники дешевые на создание и сборку уходят меньше времени, чем на обычный аппарат. Самарский университет создает целую группировку космических карликов для изучения ионосферы Земли. Полученные данные можно будет использовать для улучшения экологической обстановки. Наноспутники «Космос» не засоряют в средний срок службы от трех до шести месяцев. Одновременно на орбите находятся около сотни таких аппаратов, 15% из них российские. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.